МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поддержим, безусловно, ряд других законопроектов, направленных, например, на улучшение условий содержания женщин с детьми в исправительных учреждениях и в СИЗО. Хотя, конечно, это нонсенс по большому счету, но такой законопроект, между тем, сегодня внесен и будет рассмотрен. Мы поддержим вопрос о обязательном информировании лиц, имеющих право на социальное обеспечение, меры соцподдержки. Но самое главное не здесь, под маркой вот этого разного рода большого количества изменений. Под информационным шумом не проходят или проходят весьма непопулярные и ненужные законопроекты. Вот сегодня планируется рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос в плане справедливости, в плане государственного устройства. Вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения, Вера Анатольевна об этом скажет. Сегодня же в двух чтениях будут рассмотрены два весьма резонансных законопроекта. Первый законопроект, это законопроект о ликвидации фактически мупов и гупов, о чем мы говорили. В марте месяце он должен был быть рассмотрен во втором чтении. Долго, долго обсуждали, но кардинально законопроект не изменился. Несмотря на все предложения, которые были внесены, в том числе и членами нашей фракции, он сохраняет общее направление, общий вектор на разрушение, ликвидацию, уничтожение муниципальных и государственных унитарных предприятий. Речь идет сегодня о сохранении или там отдельных шагах навстречу в части сохранения таких организаций исключительно по инициативе федеральных органов власти, в том числе силовых и правоохранительных органов в их структуре. Сохранение на севере, сохранение только в одной отрасли, это культура, кинематография. Все остальные отрасли были отметены, речь в частности шла о наших предложениях, о сохранении структуры мупов и гупов, которые обеспечивают лекарственное обеспечение сегодня в регионах. Мы же поддерживали возможность того, чтобы предоставить право субъектам Российской Федерации, муниципальным образованием под свою ответственность для решения своих вопросов, оставлять и сохранять существующие мупы и гупы. Но все это, к сожалению, было отметено. Версия, которая вносилась стратегически антимотопольной нашей службой, она точно так же продвигается дальше. Единственное, что удалось сделать, на наш взгляд это позитивно, это перенести срок вступления в силу закона с 2021 на 2025 год. Иными словами, до 2025 года смогут существовать те муниципальные и государственные и унитарные предприятия, которые выполняют весьма важную роль. И мы надеемся, что изменение состава в 2021 году Государственной Думы позволит все-таки вообще перестать рассматривать вопрос ликвидации и снять с повестки дня рассмотрение данного вопроса. Еще один вопрос, который будет рассматриваться во втором чтении, это вопрос, который запрещает, если так говорить, просто использовать декларации тех лиц, которые заявили о своих доходах за рубежом для рассмотрения, скажем так, для использования правоохранительными органами и для рассмотрения в суде. На наш взгляд, если правоохранительные органы в ходе своих оперативно-следственных мероприятий доказали о том, что средства в Российской Федерации были похищены, либо выведены незаконно, и декларация, подаваемая этими декларантами, подтверждает подобные сведения, то она может быть использована в качестве доказательства. Человек, который украл, человек, который совершил преступление, должен отвечать по всей строгости закона и изымать на сегодня одну из основных доказательств или относить его к недопустимым, на наш взгляд, неправильно. Поэтому мы не поддержим, безусловно, и этот законопроект во втором чтении, потому что считаем, что Государственная Дума кардинально, под видом вот этого большого количества маленьких изменений, проводит и защищает интересы крупного бизнеса. А мы понимаем, что это, безусловно, те люди, которые вывели огромные капиталы за рубеж, сегодня их выводят фактически или освобождают от уголовной ответственности. Мы говорим о тех людях, которые имеют колоссальные капиталы и административную поддержку. Это я говорю о вчерашнем законе о новых механизмах стимулирования российской экономики. К сожалению, это стимулирование идет непосредством изменения монетарной политики, непосредством снижения ставки, кредитования соответствующей, непосредством поддержки малого и среднего бизнеса и даже непосредством увеличения прожиточного минимума, о чем говорили наши коллеги. Все это идет только по пути поддержки, финансирования, дополнительного стимулирования исключительно крупного олигархического бизнеса в Российской Федерации, который не способен в любом случае кардинально изменить экономическую ситуацию и, соответственно, выполнить задачу и вхождение в пять ведущих экономик мира, ну и, соответственно, все следующие за этим социальные проблемы и задачи, поставленные в указе президента. Граждане нашей страны постоянно думают об одном очень важном вопросе и не находят на него ответ. А вопрос этот вот какой. Почему в нашей богатой стране, даже, я бы сказала, богатейшей стране, имеющей колоссальные природные ресурсы, огромная часть населения вынуждена прозябать в нищете? Это вопрос вопросов. И ответа на него, к сожалению, руководство страны вразумительного ответа дать не может. Почему у нас сегодня такие низкие темпы роста экономики? Ведь все для этого есть. Ну, наверное, одной из причин может являться огромный разрыв в доходах между самой богатой частью населения страны и самой бедной частью населения страны. Такой разрыв, децильный коэффициент, по разным оценкам достигает от 15,5 пунктов и выше. Одни говорят, эксперты, 17,5 пунктов, другие говорят, порядка 30 пунктов. Это очень серьезный разрыв. Этот разрыв мешает и развитию экономики, мешает и сглаживанию социального неравенства. Так вот, сегодня мы принимаем законопроект, точнее, мы внесли законопроект и рассматриваем его о прогрессивном подоходном налоге. Прогрессивный подоходный налог сегодня используют большинство стран мира. Только у нас плоская шкала, 13%. И те миллиардеры, долларовые, которые имеют сегодня доход порядка 20 миллиардов долларов, и те, кто имеют сегодня МРОД, минимальный размер оплаты труда, платят 13% подоходного налога. Вот это нужно изменить. Что предлагает наша фракция в законе? Мы предлагаем, те люди, которые имеют доход до 100 тысяч рублей в год, они могут облагаться налогом не более чем 5%. Те, кто имеют доход до 3 миллионов рублей, их налог остается прежним, 13%. Те люди, которые имеют доход до 10 миллионов рублей в год, их налог вырастает до 18%. И, наконец, те, кто имеют доход свыше 10 миллионов рублей, их налог будет 25%. 25%. Согласитесь, для тех, кто сегодня возглавляют списки Forbes из нашей страны, 25% это не так много. В результате этого прогрессивного налога мы получим существенное дополнение в расходные статьи нашего бюджета. Более триллиона рублей мы получим в бюджет точно. Поэтому сегодня все должны быть заинтересованы в том, чтобы этот прогрессивный налог был введен. Кроме социального неравенства, которое этот налог нивелирует, есть еще одна проблема, которую он поможет решить. Это вывод капитала. Я вот цифры посмотрела. Уже с января по 1 ноября 33 миллиарда, даже 34 миллиарда долларов выведено за рубеж. Если мы сравним с прошлым годом, это 63 миллиарда долларов за весь 2018 год. Сейчас пока только по ноябрь. Но думаю, что эта цифра подрастет. И подрастет достаточно серьезно. Поэтому, конечно, вот это одна из причин, которую мы должны учитывать, когда рассматриваем прогрессивный подоходный налог. Пусть богатые платят больше. Завершая, я хотела бы сказать, что сегодня для того, чтобы это решить, нужна политическая воля. Ее, к сожалению, нет. Но у нас нет политической воли для того, чтобы решить. И самый насущный вот сейчас болевой вопрос, который назрел, например, запрет вот этих вот никотиносодержащих снюсов. Продают в каждом киоске, везде. Уровень содержания никотина зашкаливает. Дети гибнут. А мы сегодня создали рабочую группу, обсуждаем, какие поправки внести, куда внести. Мы будем обсуждать их по предполагаемому времени. Месяц, может быть, и больше. Вот время не терпит. Что нужно сделать? Нужна политическая воля, чтобы этот запрет сделать. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы, они могут эффективно работать только тогда, когда нужно рейдерским захватом уничтожить совхоз Грудинина, или когда можно, значит, позволять поливать грязью нашего губернатора Левченко. Вот в этом политическая воля есть. И у нашего государства, и у правоохранительных органов. А чтобы запретить препараты, которые сегодня уничтожают наших, нашу молодежь, вот на это политической воли нет. К сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok